Сюрприз, мотовер! У игрока 29 тысяч боев, статистика средняя, 49% побед. И играет он на замечательной в кавычках машине тип Хэви 5. Меня лично эти машины дико достали в доме своими фугасами. Ну вот, играть на ней, наверное, достаточно весело, потому что не нужно особо-то целиться. И давайте посмотрим, что же в этом бою наш Корнет сделает. Результаты боя весьма-весьма интересные и даже впечатляющие для игрока с 49% побед. Поэтому давайте посмотрим, что же он здесь делает и как он добьется таких результатов. Едет он в город, здесь, на монастырь. Не знаю, я бы поехал, честно говоря, в Ухо. Я всегда езжу в Ухо практически в 90% случаев, если я играю на тяжелом танке. На легком, конечно, я бы, может, поехал сюда, но на тяжелом, скорее всего, я бы поехал в Ухо. Но наш герой решает, что на монастыре он будет нужнее, он будет важнее на своей огромной брычке. Так, Т-100 ЛТ, выезжает и 570 с поджогом. Отлично, огнетушитель у него есть, потушился, уехал. Осталось 128 фп всего. Получаем от батчата в бортину еще раз. Ну, правильно, зеленки у нас расстреливает. Еще раз. Зарядил. Сильно, конечно, у нас подрепал, но мы даем ему на 1336. Просто отомстили за все грехи его, все, что он нам плохого сделал, просто такое... Мстя страшна называется. На 1336. Отлично. 2000 урона просто с двух плюх уже имеет наш герой. Это замечательно, конечно же. Видим, из А4 сводимся в борт 577. Наверное, могло быть больше, но мы попали в гуслю, экраны и тому подобное. Если бы стрельнули в борт башни, было бы намного, мне кажется, больше. Но с такой пушки, с таким разбросом попасть, это вообще чудо, так скажем. И 4-й уезжает, уехал, заехал в отборку. Так, что же дальше? Пока мы же дальше шаргеру. И выезжает опять, и 4-й совершает ту же ошибку. Су-489, но опять уходит в гуслю. То есть большинство урона съедает гусля, там, экраны и все и тому подобное. Все-таки, я считаю, нужно было бы целить в башню, но, конечно, при пиццеле в башне есть шанс вообще промазать, либо шанс того, чтобы на целом снаряд улетел опять накуда. Так, опять в гуслю. Су-497 отлично, почти все хп мы забрали Су-4. Настреляли уже 3600, наатанковали 2600. Ну, просто вот машина дикая, просто дикая имбища на самом деле. Конечно, у нее хватает своих минусов, как и у любого танка на самом деле. У каждой машины есть какие-то свои минусы. У кого-то их просто больше, а у кого-то их меньше. Вот, поэтому... Так, видим, 268-34. 387. Просто вообще, вот, куда-то в борт вошел фугас. Странно, что, знаете, не везет нашему герою никак фрагов он не позабирает. Все урон он наносит, а фраги все уезжают кому-то. Но, тем не менее, это уже 3900 урона. Так, Маус. Маус. Выцеливает Маусу прям передний бронелист. 447. Наверное, все-таки лучше было все-таки тоже в башню целить, потому что Маус очень часто стоят под бой, и они довольно неплохо защищают от фугасов. По себе знаю. Так, Маус уехал, не успели мы перезарядиться. 277. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Прям в жопу фугас зашел. Отлично. Первый фраг мы получили. Просто у нас уже 4842 урона. Просто с 9 выстрелов. Ну, это просто круто, на самом деле. Конечно, на Бабахе можно сделать и больше, но, тем не менее. У меня просто нет этой машины не Бабахе, поэтому для меня это прям круто. В борти, ну 1314! Я только на артиллерии так стрелял, ей-богу. 1314 просто в борт. Просто в борт ТВПхи. Была фуловая ТВПшечка просто с одной плюхи. Она, он, наверное, даже дает там, сидит в этом танке. Экипаж там просто плачет. ТВПшку забрали после того, как мы ей дали плюху. Там просто в ТВП все рыдали. У него руки опустили. Желание играть пропало. Он, наверное, сейчас вышел и удалил нафиг вообще игру. Сказал, ну, у вас жопу. С вашими Бабаховыми, с вашими типами пятыми. Так, Маус. Маус у нас за пригорком стоит. Плюс здание нам мешает. Интересно, выйдет он все-таки сюда? Или побоится все-таки выехать? Кто-то мне не вовремя написал ВКонтакт, но я уже не буду перезаписывать, друзья. Взять реплей. Не надо писать мне ВКонтакте так часто. Очень часто мне мешает. Так, ладно, смотрим, что же будет дальше. Маус. Вот он, Маус. Порт 355. Ну, у Мауса хорошая экрана, большая броня, поэтому в него сильно большой урон заходит редко даже в порт, на самом деле. Ну, больше 500, по крайней мере, когда я играл на Маусе, и в меня больше 500 ни разу не заходило. 500 это предел. И еще раз. Забираем Мауса, не обращая внимания на тесты ЛТ. Он заехал к нам прямо в нашу сочную большую попу. Два раза нас пробил. Нет, один раз пробил. И собирается пробить еще раз. И еще раз нас пробил со сбитием гусеницы. Ай-яй-яй, артиллерия нам прислала 289. 6700 урона мы уже накидали, и судя по всем тенденциям, это проигрыш. Видим 1390, он вовремя смывается от нашей кары. Но неизвестно, ушел ли он до конца. Так... Что же здесь будет дальше? У них живых еще ИС-7, у них живых еще 1390, арта и... Наша замечательная... Замечательная бабаха, як панзер Е100. ИС-7 вообще практически фуловый, мы сняли совсем копеечку. Что же будет здесь происходить? У нас хэвик почти фуловый, с половиной хп. У нас ТВПшка шотная. И 13.5 скорее еще сейчас ТВПшку нашу добьется. Извиняюсь, 13.5, а не 13.90 там остался. Так, целится, целится на автоприцеле, на автоприцеле. Ну... Что же будет? 1400! One shot! Просто одной плюхой забрал этого барабанного кита. Хосподи, французского. Я же заговариваюсь от таких плюх, просто у меня аж эта башня сносит. Ну, а... 1300 одним выстрелом. У него тоже все, этот человек просто заплакал, ушел, короче. 439 в Бартину, в Седьмомом, но там экраны. Там тоже редко заходит прям большой урон. 13.5, наверное, тоже заплакал сейчас. Просто выбросил монитор в окно, обоссал свой компьютер, короче, просто. И все, я побежал жаловаться маме, короче, что все, мама, меня обидели. Як-Пандерин, стоп, плюха, в ангар. 253 урона и ушел в ангар. 8861 у нас уже урона, друзья. 3950 заблокированного. Просто у них остался ИС-7 и остался артиллерист, который по нам уже даже тут стрелял. Мы сделали, кстати, ЛБЗ выполняем. Я не знаю, это вообще мое ЛБЗ конкретно, но я не знаю, может, герой сейчас выполняет то же самое ЛБЗ, нанести 12 тысяч урона суммарно, и победить его 25% от экипажа. Ну, не знаю, выполняет он его или нет. Но в любом случае, если бы это был мой бой, то я бы уже сейчас его выполнил. Так, наш герой разворачивается с чем-то к ИС-7 спиной. Я не понял этого маневра. Он хотел, наверное, поехать за артиллерией. Или... ну, что-то как-то странно он немножко себя ведет. Зачем-то пятится назад. Хотя, может быть, так и надо, не знаю. Он, наверное, рассчитывал, что Хэвик заберет, но Хэвика убили из седьмой с кучей ХП-шек еще. Еще есть артиллерия. Что же здесь будет происходить дальше? 8861 урона. Это уже больше того, что у меня на аккаунте. У меня всего лишь 7000 урона. Но, честно говоря, у меня нет таких бабаха, каких-то сильно дамажных машин таких. Ну, как бы есть, но, видать, руки мне не позволяют. Так, если мы прячемся за зданием и посылаем ему 434. Вот, конечно, сейчас бы урона 1300 было бы приятнее. ИС-7 явно спалил. Не пробивает. Попадает вот это в ворш, что ли. Я бы на его месте прятался бы за этими вот всеми постройщиками, потому что фугас от них разбивается. ИС-7 нас спалил. И даже не знаю, что тут делать, на самом деле, нашему герою. Возможно, ему стоило ехать туда, но тогда по нам может работать артиллерия, поскольку здесь мы, скорее всего, в сейве от нее. А если мы выйдем на открытую местность, нас просто накажут. Ну, это, конечно... Так, получаем плюх от ИС-7 с непробитием, сбивает нам гуслю. Вот он, выпал, спрячется за трупиком наших союзников. Так, он спалил, что мы его видим, и начал мальсить. Получает, значит, 364 он. Мы получаем непробитие с избитием гусеницы опять. На самом деле, я даже не знаю, что здесь сейчас делать нашему герою. Может быть, стоило ехать вперед, но я же говорю, там ты будешь получать от арты по затылку, и это может кончиться плачевно. Стоять здесь тоже, мне кажется, не совсем враг, хотя, может быть, может быть... Не мне судить, как говорится. Все-таки у меня 7000 урона на лаккаунте, а здесь уже 9600, поэтому... Чё я вообще, да, о чём я вообще говорю, короче. Конечно, плохо, что наш герой остался один, если бы у нас остался хотя бы один средний танк, пускай даже плохенький, пускай даже с маленьким количеством хп, он бы мог поехать и забрать арту, и тогда бой бы был явно предрешён, а сейчас пока непонятно, чем же всё это закончится. Четыре минуты боя осталось, и 7000 опять вылазить? Нет, нет. Спалил наше огромное дуло и свинтил. Три минуты остаётся до конца. Три с половиной. База в одну рыло, по-моему, берётся 3. Ещё 40 секунд, и базу он взять не успеет, даже если захочет. Так, он нас пробивает, и... Ой, мы не попадаем. Это пробитие весьма плохое, на 498. У нас остаётся мало хп-шки. Мы практически на 2 шота ему. А вот он нам где-то шота на 3, если нам... Ну, если повезёт, он на 2, но... С экранами ИСа 7-го, скорее всего, на 3. 9 641 урон, 4900 внутреннего, но уже хороший результат, весьма... Прокачаю себе эту машину и посмотрим, что же у меня на ней получится, смогу ли я сделать такой урон вообще. Так, выехал сбоку, выстрелил и испалился уже, когда уехал. Ну, как всегда, в принципе... Осталось 3 минуты. 3 минуты осталось, базу он уже не возьмёт. Я бы, на самом деле, наверное, отъехал куда-нибудь так, чтобы заставить его выехать. Чтобы не давать ему шанс стрелять по нам из кустиков. Поскольку... Ну, базу он уже не возьмёт. Единственный вариант у него ехать и убивать нас. Что же здесь будет дальше? Фугасами решил, по-моему, фугасом нам зарядил. Но, возможно, в его случае это хороший вариант прострелить нас 34 раз с фугасами, для того, чтобы понизить у него хайплей, чтобы мы остались ваншотные для него. И потом просто выехать и добрать. Возможно, у него такая тактика, я не знаю. Стреляет наш герой по кустам, но там никого нет. Возможно, этот выстрел был сделан зря. 5400 сантанкованного, 9600 урона. Прям вот бой такой, знаете... То, что герой наш поехал в центр, дало свои плоды, дало свои результаты полезные, конечно. 412 в бортину, но у него остаётся ещё, ещё там 400-500 урона. 700 даже, господи, 700 хп у него ещё остаётся. Блин, мы его не забираем одним шотом, а вот у нас уже 431 хп, и одним шотом он нас забирает. Фугасами он сделал своё дело, нам надо 200 хп, и теперь мы для него шотные. Вот он для нас нет. В принципе, он может просто смело сейчас выезжать на нас прям в лоб, и выцеливать нам уязвимые места, и убивать. Это нижний бронелист, либо башенка, либо там ещё что-то. К тому же не забываем, что есть арта. Сейчас мы едем уже на поле, и арта может нам теперь уже прострелить прям в бортину. Либо в башню, либо ещё куда-нибудь, либо прям в жопу может нам залететь. Вот о чём я и говорил, и арта нас забирает. Не стоило ехать, на самом деле нужно было строиться. Но всё, не-не, давайте посмотрим конечный результат этого боя, что уже наш герой здесь сделал. И вот он, друзья, конечный результат. Это мастер, естественно, это Костолом, боец огонь на поражение, основной калибр и танкист-снайпер. На этой машине это, конечно, интересная медалька, потому что машина крайне косая, на самом деле. Вот такой вот у нас бой получился. Весьма нехилый результат, на самом деле. Как вы видите, номинация 1-10, номинация тяжёлой танки, 39 место. Это довольно хорошо. Конечно, 1-ое это совсем круто, но даже 39-ое это очень-очень хороший показатель. Да, 10 053 урона, 4 фрага. Очень неплохо, я бы сказал, очень. Если бы это была победа, было бы совсем всё круто, но и так довольно-таки неплохой бой. Вот так вот, друзья, этот герой от меня получает 500 голды. Если вы тоже хотите 500 голды, подписывайтесь на канал, приходите на стримы, присылайте мне свои хорошие реплеи на мастера. Чем лучше, тем круче, тем лучше. И получайте голду. На сегодня всё, друзья. Всем спасибо. Всем покеда.